Девушки отдыхают Наталья Мамедова, начальник департамента муниципальной собственности администрации города Кирова. Много было вопросов на эту тему, да, учитывая там последнее, предпоследнее заседание городской думы, когда непонятно приватизируют, не приватизируют центральный рынок. В следующем году детский мир, Куприт уже отменили приватизацию. В общем, об этом, обо всем будем с Натальей Анатольевной говорить во втором часе. Я должна тебе сказать, что голосование наше работает на сайте хакиров.ру и нашей группе ВКонтакте. Вот на сайте сейчас 100% проголосовавших сказали, что надо оставить центральный рынок в муниципальной собственности. На сайте я тебе скажу какие-то ретрограды просто, потому что вот на нашей странице ВКонтакте и хакирова, да, совершенно иные результаты. Три варианта ответа. Надо оставить в муниципальной собственности, надо продать частнику центральный рынок, и мне сложно судить. Так вот, они примерно одинаковое количество набирают, не очень большой разрыв. Оставить в муниципальной собственности все-таки самый популярный вариант, почти 40%. Продать частнику почти 30%. Мне сложно судить 31%. И два комментария, между прочим. Давай потом. Потом. Во втором часе. Хорошо. Мы представляем гостей первого часа. Сергей Береснев, директор кировского филиала компании «Т-Плюс». Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. И Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала «Т-Плюс». Олег, здравствуй. Добрый день тоже. Мы будем подводить итоги года. Традиционно в последние две недели мы это делаем в наших эфирах с нашими коллегами, партнерами. И сегодня будет такой день. Тем более, что компании «Т-Плюс» много было вопросов в этом году. И у вас было тоже много вопросов. И много задач серьезных было поставлено. И вот как все это реализовывалось, какие программы планировались, насколько были выполнены, и какие нас ждут перспективы в следующем году. Это тема нашего сегодняшнего первого часа. Ну и, естественно, мы будем говорить о программе 2017-реконструкция. Насколько успешно она прошла и что было сделано, это прежде всего. Может быть, какие-то цифры мы услышим. И что будет в следующем году, кстати говоря? Это в конце. Давай в конце. Хорошо. Сейчас давай по итогам 2017 года. Да, давайте я поясню. Ну, во-первых, я хочу поздравить, наверное, с наступающим праздником, Днем энергетика всех энергетиков, кто работает в нашей системе, кто работает в Т-плюс, кто работает в Кировской теплоснабжающей компании, всех энергетиков, кто работает в МРСК, в Коммунэнерго и так далее. Сложная профессия. Каждый день мы не замечаем, но, тем не менее, станции работают, вырабатывают электрическую энергию и тепло. И хотелось бы, это, наверное, самая лучшая работа, чтобы нас не замечали, чтобы все у всех было. Но не всегда так получается. И, наверное, сейчас я перейду вот как раз к программе реконструкции 2017, которая у нас была реализована в текущем году. В этом году мы переложили порядка 12 километров магистральных сетей и в районе 28 километров по программе ремонтов. Такого и суммарно у нас получается 40 километров трубы мы переложили. Такого у нас не было, наверное, уже десятилетия. Я думаю, что многие заметили. И эту работу мы не прекращаем до сих пор. У нас остаются небольшие дефекты, которые мы устраняем каждый день. Появляется новое, устраняем каждый день. Каждый день работает порядка 22 бригад на устранение этих дефектов в разных частях города Кирова. И мы говорим о том, что достаточно качественно справляемся с этой работой, несмотря на нарастание количества дефектов. Да, это программа реконструкции. И вот такие цифры у нас получились по перекладкам. Это, наверное, здорово. Правильно я понимаю, что планы, которые были заложены на 2017 год, выполнены или даже перевыполнены? Они даже перевыполнены. А за счет чего удалось достигнуть таких результатов? Компания в этом году достаточно серьезно подходит к готовности теплосетей и объектов генерации к предстоящему отопительному сезону. И выделила собственное дополнительное денежное средство для того, чтобы показать, что было и что может быть. Для того, чтобы ровно пройти следующий отопительный сезон. Вот эти две задачи мы их, в принципе, и выполняли. И выполняли не просто лишь бы что, а очень качественно. В мае проводили испытания максимальными температурами, определяли окончательно те участки, которые не выдерживают высоких температур и высокого давления, перекладывали самые дефектные участки. Вот такой подход был. И очень внимательно мы в этом году проводили гидравлические испытания. 88 секций, по 2-3 раза прессовали, выявляли дефекты, устраняли дефекты. Сейчас подошли к отопительному сезону. И слава богу, что по отоплению отключений практически немного. Есть отключения по горячей воде. Дефекты устраняем, работаем на ЦТП и включаемся вновь. В этом году впервые мы поменяли теплообменники на ЦТП. 24 теплообменника поменяли и получили. Вот удивился сам положительные отклики людей о том, что мы не видели давно такой температуры горячей воды. Не только, кстати, горячей воды. Просто когда общался тоже с людьми в районе улицы Уральской, вот они говорят, у нас дома стало жарко, а все потому, что там меняются еще и насосы в ЦТП. В данном ЦТП были более мощные поставлены. Они промыли, фактически прокачали всю систему отопления, которая была засорена, не прочищалась в течение длительного периода. У меня просто просьба. Давайте мы слушателям поясним, что такое ЦТП. Это центральный тепловой пункт. Там, где подготавливается горячая вода и снижаются параметры отопления до нормативных. Вывод простой. Прочистили трубы, больше теплоотдача пошла. А значит, можно ведь отрегулировать подачу тепла и, значит, сэкономить средства. Абсолютно. Верно? И вот если опять к итогам года подходить, мы в этом году достаточно активно работали с общественностью. Спасибо большое общественной палате. Предоставили нам площадку Центра общественного контроля. Проводили семинары в сфере ЖКХ. Проводили семинары со старшими по домам. И люди услышали о том, что каждый может сэкономить на тепле. Не надо устраивать перетопы. Надо комфортную температуру отрегулировать по дому. И с этой комфортной температурой пожить в удовольствие. И в этом году одним из успешных моментов стало следующее. 600 приборов учета были повторно введены в эксплуатацию. После ремонтов, после поверок. Более 600 приборов учета. Более 150 приборов учета были введены впервые. То есть порядка 750 домов. Мы понимаем, что они сейчас с приборами учета, и они занимаются экономией тепла. Это плюсом к тем, которые уже были оприборены и платили по приборам учета. Это особенно важно сейчас, когда перешли на оплату по факту. По 8 месяцев, да? Сам, во-первых, контролировать, сколько он платит по месяцу. И смотреть, нет ли перетопов, когда ты открываешь форточки. Понятно, что это значит, что ты тепловую энергию, которую купил... За которую заплатишь-то через месяц. Выбросил на улицу. Мне очень нравится просто терминология «оприборины», «перетопы». Вот это все. Но они очень понятные, правда. Они такие приопонятные, бытовые. Хотя я понимаю, что это профессиональный сленг. К чему ведет такая тенденция? На что вы рассчитываете в этом отношении в следующем году? Будет продолжаться работа такая. Если мы уже заговорили об общественной палате и о площадке Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, членом комиссии, которой вы являетесь, Сергей Александрович, я знаю, что очень активно работаете, будете продолжать эту практику? Абсолютно. Я хотел бы достичь какого-то результата, чтобы у нас максимально 100% оприборен был город Киров и Кирово-Чапецк. Вчера мы обсуждали еще с руководителем. У нас есть блок развития. И темой, наверное, в ближайших лет еще будет установка индивидуальных приборов учета. Как-то у нас был... В квартирах. Здесь. Не в квартирах. А не приборов учета, а индивидуальных тепловых пунктов. Потому что все-таки это тенденция современности, когда дом имеет возможность сам регулировать подачу теплоносителей. И это нужно делать. Когда есть прибор учета и когда ты платишь по факту, ты можешь и должен, в принципе, контролировать, сколько ты потребляешь тепла. Индивидуальный тепловый пункт – это будущее. Сейчас должны решиться очень важные вопросы по финансированию этой программы. То есть кто будет, из какого источника будет возможным это сделать. Но, безусловно, многие дома, особенно где есть вот эти перетопы в хитрый термин, они смогут в дальнейшем экономить. Нам сейчас нужно будет прерваться на полминуты. Про ЭТП надо поподробнее все-таки выделить хотя бы 2-3 минуты после перерыва. Продолжаем разговор с нашими гостями, с Сергеем Бересневым, директором кировского филиала компании «Т-Плюс», и Элегом Прохоренко, руководителем пресс-службы этой компании. Мы до перерыва заговорили об индивидуальных тепловых пунктах, вспоминали, когда впервые подняли эту тему в нашем эфире почти больше года назад, в ноябре. И вот сейчас, Олег, ты сказал, что эта тема уже грядущего года, тема ИТП, акцент будет большой делаться на установку. Она тема не одного года, она тема на перспективу, но переход от центральных тепловых пунктов на индивидуальные, когда каждый дом сам устанавливает погодозависимую автоматику, и в зависимости от изменений температурных графиков автоматически изменяется температура внутри дома. То есть прибором умный, он сам тоже позволяет. Секунду, вот это подождите. Итак, ЦТП как регулирует температуру в доме? Центральный тепловой пункт регулирует для группы домов температуру по отоплению и по горячей воде. Там нужно подкрутить прийти, то есть там отдельный человек этим занимается. В следующем у нас сейчас автоматизировано 60 ЦТП, в следующем году мы эту программу продолжаем и автоматизировать будем еще 123 ЦТП. Эта работа ведется с компанией Danfoss, чтобы параметры выдерживались четко. Но мы понимаем, что эти параметры, те нормативные параметры, которые должны быть. И если по окончании отопительного сезона мы заканчиваем сезон, отключаем отопление у всех, значит все ЦТП у нас отключаются. Те дома, которые в настоящее время работают с индивидуальными тепловыми пунктами, у них готовится внутри и горячая вода, и отдельный контур по отоплению. Внутри дома. Внутри дома. И они могут самостоятельно принимать решение, закончить им отопительный сезон, продолжить отопительный сезон, начать раньше отопительный сезон. Они тепловую энергию дома потребляют всегда. Либо для горячей воды, либо для отопления и горячей воды. А много у нас таких домов? Я прошу прощения. У нас достаточно много таких домов. Такая программа установки индивидуальных тепловых пунктов, она идет, по-моему, уже порядка 80 лет. И все строители сейчас создают новые дома с индивидуальным тепловым пунктом. У вас есть они? Я не знаю, я не интересовалась. Вот поинтересуюсь. И примерно, наверное, уже больше половины с индивидуальным тепловыми пунктами, либо с элеваторными узлами, это тоже индивидуальный пункт. Но это старая, древняя история. Вот именно новых узлов, конечно, они есть, но не так много. А вот Олег начал говорить о температурном режиме. И в отношении индивидуального теплового пункта там как-то автоматически отслеживается температурный режим и подстраивает эта автоматика уже до подачи тепла. И как это происходит? Если там установлена погодозависимая автоматика, то регулировка происходит в зависимости от наружной температуры наружного режима. Тачки какие-то? Смотрите, она опережающим темпом идет. Если идет на похолодание, она определяет дельту разницу по дням, по часам. И обогрев дома идет опережающим темпом. Боже мой, до чего техника дошла? И то же самое при потеплении. То есть она меньше подает тепла, если чувствуется, что уже потепление на улице идет. И для людей это гораздо комфортнее для жизни. А кто выбирает установить такие датчики и такую аппаратуру, автоматику или не установить? Намного ли это удорожает установку ИТП? Я думаю, что про ИТП мы сделаем отдельную программу. Это перспективная история на горизонт, наверное, 5-7 лет. Следующие три года мы все-таки должны акцент сделать на сети. Понятно, что в доме можно регулировать, либо не регулировать. Но если подача теплоносителя от станции до конечного дома будет затруднена или невозможна, то здесь уже про индивидуальные тепловые пункты стоит только мечтать. Хотя те дома, вот Ленина 20 в прошлом году звучало достаточно громко, они в этом году разрабатывают проект и, наверное, в следующем году будут его реализовывать. И вместо элеваторного узла, узла смешения, будет стоять у них новая погодозависимая, индивидуальный тепловой пункт. Сами жильцы принимают такое решение. И все жильцы, кто хочет, могут такое решение принять. Да, договорились, сделаем отдельную программу. Раз уж мы заговорили про сети, то мы не можем не поговорить о консессии. Итак, состоится ли договор консессии и от чего это зависит? Ну, мы определяем, что договор консессии – это не самоцель, необходимо просто найти механизм привлечения денежных средств для модернизации тепловых сетей. А я напомню о том, что в городе Кирове порядка 800 километров тепловых сетей – это муниципальные, это в основном разводящие тепловые сети, и порядка 300 с небольшим километров сетей – это магистральные тепловые сети, наши сети, на которые у нас есть источник в виде амортизации, и мы их ремонтируем, реконструируем. А по муниципальным тепловым сетям складывалась длительное время такая история, что не было источника для модернизации. И сейчас обсуждается, как найти этот источник, получится или нет к юбилею города Кирова что-то модернизировать, но консессия – это один из вариантов реконструкции тепловых сетей. Когда мы приходим, вкладываем денежные средства на старте в течение 3-5 лет, достаточно значительные, гораздо больше, чем мы вложили в текущем году, и получаем эффекты, и когда-то через небольшую толику в тарифе нам это возвращается. Наверное, правильно иметь в тарифе какой-то источник для того, чтобы перекладывать в муниципальные сети. Почему правильно? Потому что если мы в магазине покупаем буханку хлеба, то мы знаем, что в этой буханке хлеба заложено 2 копейки для того, чтобы при наработке печи, в которой выпекается этот хлеб, через какое-то количество часов нормативно эту печь заменить, и чтобы процесс выпекания хлеба был непрерывный. Вот сейчас в передаче 1 гигакалории со станции до конечного потребителя у нас вот этой копеечки для того, чтобы нам можно было модернизировать эту сеть, и их просто не заложено. И подойти к этому все равно придется, все равно надо, потому что сети наменять. Я думаю, что люди, наверняка, кто задумывается об этом, это понимают, и опасение вызывает только одно. Опасение вызывает возможный рост платежей, достаточно резкий, и непосильный, может быть, для кого-то даже. И у меня к вам будет большая просьба. Если все-таки вся эта история сдвинется и начнет двигаться, все-таки мы, ну, давайте будем людям объяснять, что, откуда, как, почему. Я не помню, чтобы ты плюс не объясняла, потому что мы всегда говорили и на площадке общественной палаты, и здесь, в студии, какие могут быть увеличения тарифов, и они точно не в разы, как заявляют некоторые телеграм-каналы, уважаемые нами местами. Вот это же хотела сказать, потому что распространяются в социальных сетях какие-то безумные совершенно цифры. Есть просто предельные индексы роста, которые устанавливаются на федеральном уровне, на уровне региона, на уровне муниципалитета. Там свое решение тоже муниципалитет может принять, и они не должны превышаться. Соответственно, тем самым проводится гарантия того, что люди не будут платить, что тарифы не вырастут кратно, и что тарифная оплата ресурса любого будет посильна. Абсолютно. Я считаю, что это незначительная доля от оплаты, потому что основная доля – это порядка 800-10, 830 рублей за гигакалории. Это выработка, а остальное идет транспортировка в действующем тарифе. И вот только на небольшую долю у нас повысится тариф на транспорт. Тариф на генерацию не изменится. Он какой был, такой есть в рамках индекса. В этом году, на самом деле, когда принимали тарифы, тариф на генерацию даже сократился. То есть тариф на выработку тепловой энергии, как раз позавчера рассматривала региональную службу по тарифам и принимала тариф на вторую половину следующего года. Выявили у нас повышение будет, да? Да, тариф на выработку тепловой энергии сократился. А на транспортировку немножко, чуть-чуть прибавился. Это уже возможности как раз проводить реконструкции. У нас была предыдущая программа, посвященная конкретно концессии. Мы разбирали опыт наших соседей, в том числе и тарифную политику, которая применялась. И для тех, кто интересуется, я отсылаю на сайт тех, кто интересуется, отсылаю на сайт ихакирова.ру. Пожалуйста, такая программа есть. Даже посмотрю в течение этого часа дату. Дату. Дату, да. И там мы очень подробно рассказывали об опыте. Чтобы не было пересудов и пересказов, пожалуйста, обращайтесь к первоисточникам. Но мы гарантируем и обязуемся, что в нашем эфире здесь много будем об этом говорить, разжевывать, рассказывать, раскладывать для того, чтобы вы еще раз из первых уст слышали это и понимали, что на самом деле происходит. Однако наши гости, напоминаю, что у нас в гостях Сергей Береснев и Олег Прохоренко, это компания «Т-Плюс», не сказали, от чего зависит, будет ли концессия реализована или нет. От чего? От взаимодействия с властями? От их решения? От политической воли? От чего? Я думаю, что да. В любом случае решение принимать надо совместно область, город. А город самостоятельно решение будет принимать только посоветовавшись с гражданами. И в любом случае граждане тоже могут высказать свое мнение, хотят ли они стабильности в теплоснабжении. Или все-таки хотят продолжать оставаться вот так же, там, значительные куски времени без горячей воды. Конечно, каждый голосует, каждый хочет качество получить за какие-то денежные средства. Прибавка идет небольшая, но качество получится существенно кратно выше. При реализации этой программы на 3-5 лет, когда мы массово переложим самые плохие гнилые сети, которые уже отработали свой срок. Вот когда мы встречаемся с старшими по домам, очень часто вопрос возникает, а чего же вы раскопали, заплатку поставили, поменяли 2 метра трубы и закопали снова? Ведь надо менять там все. То есть все это понимают? Да, все это понимают, но не понимают, что денег на то, чтобы поменять все, на данный момент нет. И концессия это как раз вариант, который позволяет вот эту последнюю милю до каждого дома, от ЦТП до дома, да, переложить, причем новыми современными материалами. Сейчас материалы есть, ушитый полиэтилен, который будет ходить 40... Но это нужно сделать, нужен график, соответствующий на несколько ближайших лет, когда, в какой последовательности. И этот график концессии дает возможность рисовать, то есть перспектива есть. Я могу сказать, что на последнем круглом столе с губернатором Кировской области, Игорем Васильевым, присутствовал Илья Вячеславович Шульгин, сети-менеджер, и ему задавался вопрос о концессии, он, говоря о сроках, говорил, что это будет решение принято в ближайшее время, декабрь-январь. Так? Будем рады, да. Я должна сказать нашим слушателям программу, которую Света обещала, да, насколько я понимаю, это она, она выходила в наш эфир 1 ноября этого года, это была программа «Урбан», и тема «Кировские теплосети требуют ремонта, можно ли привести их в порядок по примеру Ижевска», все верно, да? Вот, пожалуйста, на нашем сайте программа «Урбан» от 1 ноября этого года, там все подробно, да, разобрано, расписано, можно послушать, по крайней мере, будете иметь какое-то представление. Да, и мы надеемся, что вот наш эфир сегодня, скорее всего, слушает телеграм-канал, который пишет о многократном повышении тарифов. На 420%. Переслушает еще раз наши программы и свои какие-то выводы сделает, мы почитаем обязательно. Сейчас прервимся на 2 минуты на рекламную паузу и продолжим наше общение с гостями из Т-Плюс, Сергеем Бересневым и Олегом Прохоренко. Сергей Береснев и Олег Прохоренко, представители компании Т-Плюс, сейчас в студии нашей радиостанции. Мы подводим итоги работы кировской филиала компании Т-Плюс и говорим о планах на 2018 год. Обещали до перерыва пару слов сказать о том, как складываются сейчас взаимоотношения компании с региональной властью и чего ждет компания от нового руководства города Кирова. Если о региональной власти мы как-то уже говорили в течение этого года, потому что более-менее компания, команда правительственная, она вот складывалась в течение этого года, и я видела, и мы тут не раз уже говорили тоже в эфире, как Сергей Александрович заходит в двери этого серого дома, который хорошо просматривается через окна нашей студии, нон-стоп практически каждый день, мы его там видели, то взаимоотношения с новой властью в городе, видимо, только-только складываются, потому что вот она только вступает в свои там права и как-то нащупывает, прощупывает эту территорию. Что можете сказать об этом, Сергей Александрович? Ну, конечно, когда проходят изменения, изменения в областном правительстве, изменения в городском, в городской администрации, требуется, наверное, от любой организации пояснять, объяснять, рассказывать, рассказывать про свои проблемы, про методы решения, про какие-то возможности, про то, что мы, как мы видим эту обстановку и ситуацию, и поэтому мы, наверное, как просветители работали и работаем. Хорошо, что сначала, конечно, к нам относились и относятся осторожно, сейчас понимают о том, что мы можем реализовать, мы реализуем, мы свои обещания сдерживаем всегда, и, конечно, конструктивные отношения у нас устраиваются. Требования есть, но требования все законные, и я согласен со всеми требованиями законными, которые к нам предъявляют, и мы, конечно, если где-то не дорабатываем, если в каком-то дворе мы что-то не благоустроили, естественно, я беру это в себе на заметку и эту историю отрабатываем. Очень приятно, когда комиссия по ЖКХ городской думы пригласила не так давно меня к себе на совещание, на заседание комиссии. Я думаю, что с комиссией нам придется еще поработать достаточно конструктивно и рассказать то же самое, о чем мы мечтаем, что надо поправить в системе теплоснабжения в целом в электроэнергетике Кировской области для того, чтобы регион стабильно развивался и жители чувствовали себя в какой-то комфортной среде. Я вот сейчас через эфир хочу передать привет комиссии по ЖКХ нашей думы и порекомендовать коллегам приглашать на свои заседания членов комиссии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ общественной палаты, который многие годы занимается этим вопросом очень успешно. И для того, чтобы не наступать на грабли, например, и долго не входить там в курс дела, пожалуйста, коллеги из городской думы, вот профессионалы, список на сайте АПКО. Заходите, смотрите, и чтобы не догадываться, а получать конкретные ответы на конкретные ваши вопросы, приглашайте специалистов и экспертов из общественной палаты. Согласны, коллеги, что есть чем поделиться? Есть чем поделиться, и с удовольствием придем и расскажем. Есть показательный пример. Вот как раз в это же время, но чуть пораньше, в прошлом году у нас был порыв на улице Комсомольской, довольно серьезный, который нужно было, было холодно уже, на улице нужно было в течение суток все сделать, откачать воду, поменять трубопровод и подать обратно теплоноситель. И Игорь Владимирович лично приехал с Сергеем Александровичем, мы не встречались на месте порыва. И то же самое Илья Вячеславович. Это Васильев приезжал, губернатор, прямо на место. Какой интерес, заинтересованность и понимание, что происходит? Давайте еще напомню, что у нас новый чиновник в администрации, который занимается ЖКХ. Который со вчерашнего дня, как я понимаю. Со вчерашнего дня, по фамилии Ященко. Мы еще его не знаем. Мы не знаем, но познакомимся. Да, я бы чуть добавил. Конечно, неожиданно было. Руководил устранением дефекта по улице Комсомольской Е. Достаточно много домов у нас отключалось. Поэтому на эти крупные дефекты уезжаю самостоятельно. Очень неожиданно было увидеть губернатора, подъехавшего к нам, который поинтересовался ходом ведения работы и перспективой устранения. Мы устранили вовремя, как и обещали. Единственное, что там очень бы хотелось, чтобы не было таких крупных аварий. В этом году уже у нас был небольшой дефект по улице Кольцова. Работали ночь. Шульгин Илья Вячеславович к нам тоже приезжал. У нас просто было два социальных объекта отключалось. Это травматологическая поликлиника и второй роддом. Мы понимали, что это серьезные социальные объекты. И тут мы подстраховались. И все радиаторы, все обогреватели, которые у нас были, мы в качестве резерва передали этим социальным объектам. И были полностью до устранения, до запуска тепла. И я думаю, что даже эти самые социальные объекты не почувствовали, что что-то произошло на трассе. Это говорит только об одном, что сети требуют принятия срочного решения по их капитальному ремонту и, может быть, полной замене. Давайте поговорим про то, что у вас происходит в социальной жизни. Как живут ваши сотрудники? Что вы сделали для города в этом году? Пожалуйста, расскажите. У нас на самом деле очень насыщенная внутренняя жизнь. Она отчасти внутренняя, потому что у нас есть сотрудники, которые помогают. Вчера мне рассказали историю, помогают детям без родителей, детям-сиротам. Есть люди, которые помогают, как волонтеры, работают в питомнике для собак. И сейчас мы инициируем, подаем на грант, чтобы они получили деньги на корм и так далее. Вы помогаете? Это все внутренняя жизнь. Мы не выносим ее сильно наружу, потому что это активность наших сотрудников. Мы проводим какие-то конкурсы художественной самодеятельности, фотографии и так далее. И самое главное, в этом году мы попробовали, но сделали пока первый шаг, выйти в город и попытаться благоустроить, немножко прибрать хотя бы прилегающий к нам сквер вдоль улицы Луганской. Давайте не надо так сильно скромничать. Прибрать. В первых рядах. Первая компания, которая в рамках программы «30 скверов» начала заниматься территорией прилегающей. К сожалению, немного удалось сделать. Тут есть свои причины. И будем дальше все равно эту тему бить, пробивать, потому что у нас есть видение, есть понимание, что там нужна хорошая дорожка. Она стоит денег. И сейчас надо решить этот вопрос. Мы не можем залазить в кошелек людей, которые платят за тарифы. Это должен быть какой-то другой источник. Сейчас все равно, я думаю, что вопрос этот будет решен. Но мы высаживали кустарник там неоднократно. Высаживали и совет молодежи наш очень активный. Высаживали ветераны боевых действий и профсоюзы. Ну, в общем, много людей приложили к этому руку и чистили, убирали кустарник. Эта работа точно будет продолжена. И в этом году тоже у нас программа называлась «Благоустройство с плюсом». «Комфорт с плюсом». Нет, это не то. Это другое. Да, это дополнительные какие-то элементы благоустройства. Немножко, чуть-чуть. Но то, что могли сделать сами наши сотрудники своими силами. Это был раскрашен павильон, тепловой узел на улице Горького в парке Кирова, под Дымко. Там пара неодымковская. Такое страшненькое зрелище, был серый. А сейчас немножко радует глаз. Я думаю, что многие кировчане, которые приходили мимо, это оценили. Мы высаживали кустарник на проспекте Кирова, в Кирово-Чепецке, где в прошлом году ушла реконструкция. И через несколько лет там будет «Благоухать сирень», красавица Москвы. Ну, такие маленькие какие-то вещи, которые посильны нам и которые не заставляют влазить глубоко, не требуют больших денежных затрат, но дают дополнительную какую-то... украшают наш город, в котором мы живем, для которого мы работаем каждый день. Ну, я, наверное, продолжу. Все-таки энергетика – это серьезная отрасль. Иногда наши работники работают на пределе и физических, и моральных возможностей, потому что это круглосуточная работа. И, конечно, хотелось бы хоть как-то там их бытовые условия улучшить. И в этом году, вот именно о чем вы сказали «Комфорт с плюсом», у нас есть внутри холдинга такая программа, когда мы начинаем из каких-то сэкономленных средств проводить благоустройство санузлов, туалетов, комнат приема пищи, комнат отдыха, для того, чтобы люди могли в цивилизованных нормальных условиях или покушать, или помыться, или там что-то еще. Вот этот «Комфорт с плюсом» мы в этом году начали. 63 объекта – душевые, туалеты, комнат приема пищи, столовая – мы реконструируем в этом году. К дню энергетика к завтрашнему числу у нас будет 58 объектов и 63 по окончанию года. Я считаю, что хорошее задело именно наше участие, как руководство кировского филиала «Ипауты плюс» в непосредственной ежедневной жизни наших работников. Это вы сейчас про помещения, которые на предприятиях непосредственно, да? На площадках кировской теплоосновожающей компании. Вот у людей, Света, есть комната приема пищи, а у нас нет. Очень обидно, между прочим. Это что ты сейчас нашему руководству? А вот интересно, наше руководство нас слышит? Вот я и надеюсь, если слышит, да, возьмет на карандаш, мы тоже хотим. Комнату приема пищи чрезвычайно. Приходите к нам. Хорошо, приезжайте тогда уже. Время нашей программы подходит к концу, есть еще, однако, полторы минуты, и я хотела бы от имени нашей радиостанции, от нас с Анной поздравить все-таки всех людей, которые причастны к этой отрасли, с днем энергетика, который будет завтра. И Сергей Александрович Береснев уже и Олег Прохоренко поздравили своих коллег. Мы присоединяемся. Мы, правда, очень ценим вашу работу. Мы знаем, как это тяжело бывает и как трудно. И все-таки выражаем надежду, что вот это политическое решение, которого мы ждем долгие годы и даже десятилетия, о полной реконструкции сетей города Кирова, будет принято. И работа пойдет. Потому что вот, пометуя нашей вчерашней программе по клубу Родина, вот эта вот история, когда режут кошки хвост, да, частями, хотелось бы, чтобы она закончилась. Потому что надо принимать решения, надо менять сети. Без этого никакое благоустройство, комфортная городская среда работать не будет. Это точно. Пока не отремонтирован двор, вообще не нужно его приступать. Потому что сети придется вскрывать 100%. Да, давайте будем последовательны, давайте будем сильными, давайте будем разумными. И давайте программу выстраивать, что называется, сначала, а не с хвоста. Вот это мое обращение уже к властям, которые пришли в наш регион и в наш город. Разумные люди поддержат. Я думаю, что разум-то как раз возобладает. И, в общем, мы тоже будем эту историю поддерживать и просвещать, как вот самого Сергея Александровича. Мы, главное, что будем рассказывать. И просвещать, и участие наших горожан в наших же программах, я думаю, тоже поддержат эти решения. Спасибо, с праздником всех. Спасибо, спасибо за поздравления. Спасибо.